Царский крестный ход Царский крестный ход начинается в ночь с 16 на 17 июля от храма на Крови, где совершается ночная литургия в память святых царственных страстотерпцев и оканчивается в их монастыре на Ганиной Яме. Каждый год в нем принимает участие все больше и больше паломников со всего мира, приезжающих в Екатеринбург почтить память святых царственных страстотерпцев. Хотя протяженность крестного хода составляет 21 километр, многие идут семьями с детьми, потому что святые царственные страстотерпцы считаются покровителями православной семьи. Известно, что несмотря на высокое положение в обществе семья государя Николая II была глубоко верующей, церковной и благочестивой. Все дети воспитывались безо всякой роскоши в простых условиях и с детства были приучены к труду и рукоделию. Все члены царской семьи ежедневно совершали молитвенное правило, регулярно причащались к святых христовых тайн и жили высоконравственной жизнью, во всем соблюдая евангельские заповеди, постоянно совершая дела милосердия. Во время Первой мировой войны государы, императрица и великие княжны усердно трудились в госпитале с сестрами милосердия, ассистируя хирургам и ухаживая за ранеными солдатами. По воспоминаниям Фрейлина и подруги государыни Анны Вырубовой, когда прибывали в санитарные поезда, императрица и великие княжны делали перевязки ни на минуту не присаживаясь с девяти утра до трех часов дня. Генерал Масола вспоминал, «У всех четырех сестер было заметно, что с раннего детства им было внушено чувство долга. Все, что они делали, было проникнуто основательностью в исполнении. Особенно это выражалось у старших Ольги и Татьяны. Они не только несли в полном смысле слова обязанности заурядных сестер милосердия, но и с большим умением ассистировали на операциях. Это много комментировалось в обществе и ставилось в вину императрицы. Я же нахожу, что при кристальной чистоте царских дочерей это, безусловно, не могло дурно повлиять на них и было последовательным шагом императрицы, как воспитательницы». Что тут сказать? По этим воспоминаниям можно судить о нравах высшего общества того времени. Великим княжнам вменялось в вину то, что они, как простые мужички, унижали свое великосветское достоинство и ухаживали за простыми ранеными. И это во время страшной войны, когда на фронте умирали миллионы людей. Так называемое высшее общество было настолько далеко от проблем своей страны и своего народа, что всерьез обсуждало, как смели монарши-особы так низко пасть, чтобы работать простыми санитарками на фронте. В это время цесаревич Алексей, несмотря на болезненное здоровье, находился рядом со своим отцом на фронте в ставке, стойко перенося все тяготы походной жизни наравне со взрослыми. Царский крестный ход имеет очень символическое значение. Он начинается глубокой ночью во тьме, когда все вокруг погружено во мрак, и тебя ведет только одна дорога – следование по пути определенным Господом. Ты реально идешь темным путем скорби последнего российского императора и его семьи, чтобы прийти в монастырь на Ганиной яме к рассвету, когда встает солнце и пасхальное заре нового мира, мира с Богом. «Мира, где крестная смерть становится победой добра над злом, над смертью и самим адом, победой жизни над смертью. И земля крови становится райским садом, где нет ни плача, ни горя, ни смерти, где царственные старстотерпцы славят воскресшего Христа. И пройдя крестным ходом, ты становишься причастником этой победы и этой великой пасхальной радости. Верующие мне давно рассказывали, что это такая особенная радость. Говорят, так хорошо и радостно бывает, как на Пасху. Многие, кто ходил крестным ходом, рассказывали, и это не замоленные бабушки или церковные кисейные барышни с горящими глазами, а трезвомыслищие, образованные церковные люди, от известных священников до ученых и людей, скептически настроенных, которые вообще в храм редко ходят. Они говорили, что у них на царском крестном ходе было такое стойкое ощущение, что там вместе с ними идут и сами святые царственные страстотерпцы. Это такое непередаваемое явное чувство, что вместе с тобой неведомо идет сама царская семья. От этого становится хорошо и радостно на душе, как во время великих праздников в храме, на Пасху и Рождество. Когда на сердце взойдет такая радость о Господе, то оно тает, словно воск, купается в любви, благоговеет, молится, благодарит, и всех любит, святой, искренней, лицеприятной любовью, начало которой на небе, у возлюбившего мир до смерти Господа Иисуса Христа. Верующие мне говорили, что нечто подобное переживает возле мощей святителя Николая Мерликийского в Баре и в Иерусалиме, возле грома Господня, где милость Божия очень явно ощущается. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин